МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Транспорт и логистика». Меня зовут Дмитрий Олейников. Сегодня, пожалуй, о самом популярном и востребованном межгородском транспорте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти 22 миллиона человек каждый год ездят по нашей большой стране в поездах. С каждым годом путешествие в вагоне по железной дороге становится всё более комфортным и приятным. Отбегавшие своё советские вагоны с оставшими легендарными мельхиоровыми подстаканниками отправляются на вечные стоянки. А на смену ненавязчивому сервису приходят вежливые бортпроводники в выглаженных сорочках и знанием трёх языков. А скоро в таких поездах еду будут носить прямо в купе. Я стану желтой, потому что мы одеты. Я работаю здесь уже около года. Эта работа мне очень нравится. Основная наша задача – проверять билеты, помогать пассажирам. Пассажиры бывают разные. Профессия проводник совмещает несколько специальностей. Сама работа интересная. Наша главная задача – показать пассажиру его место. Вовремя положить постель, указать, как дойти до вагона ресторана или туалета. Нам работа здесь нравится. Всё очень удобно в сравнении с другими поездами. Здесь всё удобно для проводника, системы автоматизированы. В простых поездах всё-таки всё не совсем современное. Здесь же всё удобно. Сейчас мы готовимся к выставке Экспо-2017. Изучили английский язык. Ездить на современных комфортных поездах – действительно одно удовольствие. Запах поезда уже не путешествует с тобой после окончания поездки. Остаются только приятные воспоминания о тишине и комфорте. Скоростное движение – то, чего так не хватало казахстанской железной дороги. Маленькие скорости и постоянные остановки развитию экономики никак не помогали. Разве что маленький бизнес, заскакивавший в поезда на небольших станциях, да продававший по вагонам носки алкоголь, развивался. У нас особое внимание уделяется этике обращения проводников к пассажирам, культурное обслуживание, высокосервисное обслуживание. То есть ещё в том плане, что разрешение конфликтных ситуаций разных на высшем уровне. Мы всегда стараемся, чтобы пассажиры ушли от нас уже довольны, с улыбкой, всегда поблагодарили. Я всегда своей команде, то есть проводникам предупреждаю, что пассажиров надо всегда встречать с улыбкой, потому что они, как считается, менеджеры пассажирских перевозок, лицо компании. Это тем более у нас поезд президентского назначения, да, правительственный поезд. Поэтому здесь у нас контингент такой элитный, можно так сказать. Билеты недешёвые, ну, средние. Для всех сейчас, в принципе, приемлемые. Также у нас же есть программы, дисконтные программы. Есть три вида карточек. Хормет, Саяхадше, Жастар. По этим трёх видам карточек у нас есть определённые скидки. И начинается от 10% по 20%. Поэтому это очень удобная сейчас программа для пассажиров. Они, в принципе, за полцена могут билет купить и ездить спокойно. С 2012-го вагоны скоростного поезда стали выпускать в Казахстане. В июле этого года первые вагончики уже везли пассажиров из Петропавловска в Алматы. Казахстанское содержание на Тулпар-Тальга сегодня доходит до 13%. В 2015-м его планировали на уровне 50%. Но отечественные компании просто не могут собирать то, что нужно вагоностроителям. Вот и приходится комплектовать вагоны испанскими запчастями. А поле для казахстанских производителей здесь, как говорится, непаханное. Чтобы собрать вагон, нужны даже сантехнические шланги. Не говоря уже о более серьёзных изделиях. Наш участок комплектации является участком монтажно-сборочного цеха. Здесь мы собираем элементы купе, детали интерьера, двери, окна, столы, кресла. Собираем перегородки, оснащаем их дополнительно кроватями. Дополнительно мы здесь собираем механизмы независимой подвески. Это башни собираем. Потом механизмы сцепки, детали сцепки вагона. Тяги собираем. Кроме этого, к наш участок относится и участок покраски вагонов, покраски деталей. А также сборка гидравлических механизмов, гидравлической системы. Это подача воздуха, воды, тормозной системы. Паяем. Здесь медицинский цех тоже к нам относится. Паяем все трубки, которые необходимы для сборки вот этих узлов. Здесь ребята в основном работают. Есть ребята с высшим образованием, которые после окончания высшего учебного заведения пришли здесь получить практику большую. Есть ребята с техникума, с колледжа. Престиж есть. Ребята работают, стараются, много чему учатся. Работе инструментами и оборудованием, которые у нас, допустим, выходят на рынок, есть чему научиться. В самом начале завода сюда приходили уже собранные и покрашенные кузова вагонов. Сегодня кузова варят в Астане, здесь же их красят. Испанские правообладатели квалификацию наших вагоностроителей подтвердили. Так что, когда будете как-нибудь ехать в составе Тальга, можете вспомнить об этих людях, которые старательно шов за швом варили, слой за слоем красили, болтик за болтиком, собирали вагон для того, чтобы вы могли с комфортом проехаться по нашей бескрайней стране. Сама сборка вагонов у нас разделена на 8 стадий. Мы осуществляем здесь сборку с третьей стадии – это сварка кузова. То есть это самое, можно сказать, начало. Первая и вторая стадии – это подготовка материала. Они передают в готовом виде, это ходовая часть. И определенные листы там сварочные они готовят, нам предоставляют. Дальше эти все, когда мы получаем готовые листы из алюминиевых сплавов, мы здесь производим сварку вагонов. Это и есть третья стадия. На этой третьей стадии отделом контроля качества производятся следующие проверки, как проверка швов методом, магнито-порошковым методом, ультразвуком. То есть здесь еще проверяется направильность сваривания самого кузова. Если есть какие-то дефекты, может где-то что-то выбирает. То есть мы проверяем вписывание в габарит. Дальше, когда уже кузов у нас правильно сварен, дальше он переходит в механический цех и параллельно грунтуется кузов вагона. Здесь же тоже проверяется толщина грунтовки, правильное нанесение, правильно ли по технологии все это сделано. То есть в каждой станции у нас есть свои виды проверок. Вагоны Тальго – штука вообще сложная. На несколько порядков умнее вагонов из нашего недалекого прошлого. Отапливаются электроэнергии, которая вырабатывается в собственном вагоне электростанции. Здесь же множество других сложных деталей. После того, как вагон прошел полностью всю сборку свою, электрическую и интерьер, пускомеладчики – это та бригада, которая непосредственно делает все испытания статические первые на заводе, затем и динамические с вагонами Талли. То есть у нас испытания есть двух видов. Есть испытания отдельно стоящего вагона и есть испытания состава. Вот позади меня вы видите состав. В данный момент сейчас проводится статическое испытание состава. Работа очень ответственная, потому что по окончанию испытаний каждый пускомеладчик подписывает, естественно, регистр качества и проверяет тщательно, согласно всем параметрам, ту или иную систему. Это система освещения, тормозная система, система безопасности, система внешних дверей, они у нас электропневматические, система бортового контроллера, система аудио-мегафонии, система вакуумного туалета и так далее. То есть эти все системы непосредственно проверяют пусконаладчики, наша бригада. После того, как заканчиваются статические испытания, наши пусконаладчики выезжают на обкатку состава. То есть состав до выдачи в эксплуатацию должен пройти определенный километраж. Пусконаладчики ездят в эти испытания. И затем уже после того, как состав прошел обкатку, они непосредственно ездят в первый пилотный рейс, то есть с пассажирами. Если вагоносборщики на совесть строят каждый вагон, то поездные бригады создают комфорт уже в пути следования. И пока вы только планируете предстоящую поездку, бригада бортпроводников уже готовит состав. Чтобы в любое время, днем или ночью, в холод или зной, он непременно домчал вас. Может быть, прямо к вашей мечте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова